Добрый вечер! Каждая неделя посвящена какому-либо событию. На прошлой неделе мы вспоминали притчу о мытаре и фарисее. Если кому-то будет интересно, можете посмотреть передачу на нашем сайте щелковского телевидения tv41.ru. Эта неделя посвящена притче о блудном сыне. Предлагаю сегодня поговорить об этой притче. Может быть, у кого-то она на слуху. Большинство, наверное, уже ее читали. Но я прошу вас прочитать уже с переводом на русский язык, с русским переводом эту притчу. А дальше мы с вами продолжим разговор. Да, конечно. Чтобы было о чем говорить, надо текст Евангелия прочесть. И тем более, что сколько его не читай, всегда что-то новое открывается. Это удивительно, но это факт. Итак, это Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля своей пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Приими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том, надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Итак, какие сокровенные тайны духовной жизни Царства Небесного скрыты в этой евангельской притче? Притча настолько многогранна и настолько удивительна в своей смысловой нагрузке, что здесь можно очень много говорить о тех смысловых нагрузках, о том, что Господь в этой притче хотел нам сказать. И, ну, прежде всего, что видится каждому из нас, это, конечно же, любовь отца к своим двум сыновьям. Причем в этой притче оба сына вели себя неправильно. Только младший сын вел себя неправильно по отношению ко всему, да, и просто бросил отца своего и прокутил, прогулял свое имение. А второй сын вот осердился, то есть также отца осердился, осерчал. Позавидовал. Да, и эта сердитость его чем? Она была обусловлена завистью, во-первых, и, во-вторых, нелюбовью. То есть как младший сын не любил отца, так и старший сын, мы видим, не особо любил отца. Причем первый, ну, младший сын сказал, дай мне часть моего имения, и я уйду. И где здесь любовь? Что скрыто, да, вот в этой фразе «дай мне вот часть». Да, удивительно, но, конечно же, все имение, которое было у отца, как он и говорит, все мое, ваше. Но это он это имение создал, и дети, естественно, по своей логике, такой вот совершенно неразумной логике, сказали, что «а почему ты претендуешь на все?» Ну, мало ли, что ты все это создал. Часть наша по наследству, и в этой логике нет любви к отцу, нет уважения даже к нему. Есть требования своих прав. Вот ты обязан, а мы имеем право на это имение. Отдай, и я что хочу, то я буду с ним делать. Не твоего ума дело. То есть абсолютная нелюбовь, неуважение к отцу. То есть они вычеркивают родителей своей жизни, получается? Конечно, то есть вот этот младший сын, он вообще не хотел даже общаться с ним. То есть он просто взял, ну, наверное, в деньгах что-то там ему полагалось, и ушел, и забыл. Не только про брата, он про отца, про всех. Страну далече. Про всех забыл, пошел просто гулять, веселиться и радоваться. И это, конечно, вопиющее такое отсутствие любви и желание услаждать свои страсти, что самое страшное. Получается, все эти годы, все это в нем копилось, копилось. Он жидал, наверное, своего там свершенолетия, допустим, да? Ну, он, да, безусловно, он задолго продумывал это все и мечтал об этом. И это все в нем возрастало. И пока, в конце концов, как и любой грех, он сначала внутренне развивается. И, так сказать, человек размышляет, как его совершить внутри, никому не говоря. А потом он, рано или поздно, выходит наружу и становится видным и явным для всех. Вот здесь именно это мы все прослеживаем, все развитие, так сказать, греховной этой цепочки. Ну, и старший сын точно так же не любил отца. Он так же требует, вот я на тебя работаю, а ты мне даже ничего не дал. То есть, как отношения такие не сыновные, а наемника, да? То есть, вот я все исполняю. Что у младшего сына отношение к отцу потребительское. Что у старшего потребительское. Я вот работаю, а ты мне дай, а ты мне не дал. Да, вот как наемник, да, фактически. И для нас, конечно же, это удивительно слышать вот такие взаимоотношения. Но что самое главное, Господь через эту притчу показывает, как мы относимся к Богу. Мы относимся либо как младший сын, что совсем плохо, либо как старший сын, что да, мы слушаемся, но за это послушание мы требуем, опять же. Вот я буду слушаться, но ты мне дай. Как часто приходят люди в церковь и говорят, я пришел помолиться, чтобы мне дали работу, чтобы мне дали там женитьбу там, или чтобы детей дали, чтобы еще что-то дали. То есть мы хотим не Творца самого, а его дары. Конечно же. То есть мы получаемся потребителями, не детьми, любящими отца, которые приходят. Но вот если мы любим своих родителей, мы к ним приходим зачем? Затем, чтобы потребовать своей части имения, чтобы я тебя пришел, я тебя навестил, а ты мне дай. Вот можно я вот там этого возьму, этого возьму. Родители дадут, безусловно, по любви. Но в этом нету нашей любви к ним. Вот, к сожалению, здесь это ярко показано, и это совершается в нашей жизни. А мы к Отцу Небесному именно так относимся. Ты мне дай здоровье, ты мне дай детей, ты мне дай работу, ты мне дай всего, и денег, и всего побольше. Ну, а я в лучшем случае, как старший сын, буду исполнять твои заповеди. То есть вот такой контракт, такой договор. Я буду слушаться, а ты мне давай. Господь даст, безусловно. Но, как мы все понимаем, это неправильное взаимоотношение между детьми и родителями. Ну, а вообще, наверное, вот эти взаимоотношения, они в большинстве своем именно так и выглядят вообще в любой ситуации. Большинство детей именно так и происходит. То есть до 18 лет они думают, сейчас там будет совершеннолетний, будут делать, что хотят. Да, наконец-то я освобожусь от этого игородительского. Большинство так и, в принципе, и поступает. Это нормальный, естественный вот наш процесс такой. То есть должны в какой-то момент дети от нас отделиться? Отделившись внешне, ну, просто по простым, так сказать, законам жизни, да, человеческой, мы не должны отделяться внутренне. Мы должны, наоборот, еще больше любить своих родителей, даже если мы живем раздельно с ними. Ну, потому что свою семью создавать, потому что дети и не всегда пристрелялые родители могут терпеть, вот, ну, им тяжело просто выносить. Иногда внуков своих, они устают от них, все-таки старенькие. Поэтому лучше отдельно, да, жить, и так многие совершенно и живут. Но это не значит, что мы не должны проявлять свою любовь к своим родителям. Даже если отдельно живем, мы все равно их любим, все равно и к ним относимся с таким, с детским, вот, помните, как в детстве мы, мы же ничего не требовали, когда вот до семи лет. Мы практически, если вспомнить, мы от родителей все получали просто так, и ничего практически не требовали, потому что и не знали ничего. И думали, что, ну, так все будет всегда. Нет, мы изменяемся, и, к сожалению, вот эти изменения идут не в лучшую сторону, а в худшую. То есть мы становимся эгоистами, мы становимся потребителями, мы становимся не любящими детьми, а просто требующими от своих родителей того, того, того. И, к сожалению, даже вот на исповедях часто я слышу горькие слова родителей, что вот дети плохо относятся, не звонят, не навещают, не поинтересуются, жив я хоть не жив. А некоторые просто требуют даже последние деньги отдать им, там, у тебя они все равно не нужны, что ты уже старый, а мне надо там дом, квартиру, машину, еще чего-то. Вот это вот потребительское отношение, оно сейчас буквально, ну, не в каждой, может, семье, но во многих семьях есть. И были случаи, когда дети, например, наркоманы или алкогольки просто даже били своих родителей за их пенсию. Потому что они говорят, ну, сынок, ну, мне квартиру надо оплатить, мне надо купить каких-то просто элементарных, там, покушать или что-то еще. А он нет, вот ему на выпивку, да, и все. И не дают, они начинают лупить просто своих родителей, престарелых. Это, конечно, ужасно. То есть это уже выходит за эту притчу, но внутренние, так сказать, внутренние основания для этого в этой притче заложены, показаны Господом. А развитие, как мы видим, доходит до совершенно безумия, без оснований частенько. Здесь все-таки они остались в своих каких-то человеческом облике, в своих человеческих каких-то, ну, уважительных отношениях. И вот младший сын, что ему пришлось претерпеть, чтобы как-то исправиться? Только скорби. И это говорит о чем? О том, что и в жизни тех детей сегодняшних, которые сейчас относятся так к своим родителям, они обрекают себя на скорби. Чем больше они со своими родителями ссорятся, требуют от них и показывают свою нелюбовь к ним, тем больше у них впереди скорбей. То есть, вот как здесь написано, голод, работает там, значит, свиней каких-то пасет, кушает эту еду. Рад борошками питаться. Да, и этого не получает ничего. А потом эти люди говорят, ну, что же мне так не везет-то? Почему вот так все? Вот у всех, у других вроде как лучше, а я вроде бы и начал-то, у меня же были деньги, у меня было там наследство. Куда все это делось-то? Почему я такой не везучий? И что самое страшное, опять же, начинают родители своих винить. Это они виноваты, что я такой не везучий. Это не я такой. Это они. А может быть ли в этой притче меркантильность младшего сына? То есть, получилось, что он до самого дна дошел, понял, что ему деваться некуда и решил вспомнить. Ведь на самом деле он же не вспомнил, что... А ведь у меня есть отец любящий. То есть, здесь нет же такой фразы, что он про отца вспомнил. Он вспомнил, что ему деваться некуда, все, дошел до края, и он решил опять пойти к отцу. То есть, дальше неизвестно, как эта притча сложилась. То есть, как он себя... Ну да, развитие событий в дальнейшем мы не знаем. Но здесь все-таки есть один момент, который дает надежду на хорошее отношение вот этого младшего сына. Он все-таки раскаялся. И он свое покаяние показал в этой фразе «Я уже не достоин быть твоим сыном. Возьми меня в наемники». Вот эта фраза его оправдывает и показывает, что все-таки внутреннее изменение образа мысли у него произошло. То есть, он не просто опять пришел так «Сейчас я опять вернусь, меня отец примет, я опять денежку у него заберу и опять уйду». Вот здесь такого нету именно из-за этой фразы. То есть, она дает, по крайней мере, мне надежду на то, что в дальнейшем это все в лучшую сторону будет изменяться. Но вообще отдаление детей от родителей – это, наверное, естественный процесс, потому что, когда растут они у нас как цветочки, мы их поливаем, мы их ограждаем от мира. И потом, когда они выходят в мир, сначала все вроде хорошо, а потом они с естественностью, с этого мира, с жестокостью и со страхами. И получается, когда человек больной, например, нищий, и он вообще никому в этом мире не нужен. И все равно вспоминаются родители, которые принимают в любом случае. Здесь мы вспоминаем сразу пятую заповедь Господа. «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Эта пятая заповедь, она совершается в этом повествовании евангельском сегодняшнем очень ярко. Вот не почитал младший сын и попал в такую беду. А в этой беде он еще и нахватался непонятно чего, каких привычек, каких там болезней, каких скорбей, которые в дальнейшем ему ну совсем не помогли в жизни. То же самое и мы в жизни нашей сегодняшней видим, что все, которые не почитают своих родителей, как правило, ну оно совершается, это правило, но никуда не деться. Сам Господь поставил в этом мире свои законы, и они совершаются. Просто у кого-то раньше, у кого-то позже. И здесь как раз обрекают эти дети такие, непочитающие родители себя, обрекают на страсти, на безумие, то есть потерю разума, на слепоту греховную, на потерю тех талантов, которые им были дадены от родителей, и в конце концов на деградацию, и вот совсем не ту жизнь, на которую они рассчитывали в детстве. Мы ведь все, вот я всегда вспоминаю, ну там детский сад, начальные классы, школы, ведь все были чистые, красивенькие, такие радостные, спокойные, ну хорошие дети-то все были, да. А потом, чем старше, тем больше расходились наши пути, и прям было ярко видно, что вот этот вот начинает там покуривать, попивать, вот этот начинает там не слушаться, там драчун там или там воришкой становится, вот этот бездельник, а вот этот, наоборот, учится хорошо, слушается там родителей, там не курит, не бьет. То есть вот это вот расхождение постепенно начиналось уже там, ну ближе к старшим классам, и это везде происходит. Вот от чего это зависит? Это зависит, конечно же, от наследственности, но и от выбора самих детей. То есть если дети хотят, чтобы их жизнь развивалась в русле, ну такой, с положительной динамикой, а не с отрицательной, да, чтобы они все-таки достигли каких-то хороших результатов в своей жизни, они все-таки должны иметь любовь к родителям, почитание, послушание к ним, и тогда Господь их будет сохранять от различных нападок и помогать им во всех их делах, которые они начинают. Добрых, конечно, делах. Если же этого не будет, то тогда они могут пытаться начинать какие-то добрые дела, но они у них не получатся. Мало того, их еще и окружат какие-то люди, о которых вот вы сейчас говорили, что со страстями, похотями, и они заразятся от них этими страстями, похотями, и, к сожалению, погибнут в этих страстях. Да, ну и для того, чтобы ребенок в свое время, когда вырос, наверное, сделал правильный выбор, здесь нужно, чтобы правильное зерно, да, вложили родители. Ну, действительно, действительно, здесь вина родительская есть, что родители иногда настолько любят своих детей, что вот эта вот безумная родительская любовь, она портит ребенка. Ребенок становится избалованным, изнеженным, не хотящим ничего делать. То есть по первому требованию ему дают, ну вот, дайте игрушку, дайте игрушку, дайте мне там iPad, на тебе iPad, дайте мне еще там машину, там квартиру, на тебе машину, квартиру. И вот в этом плане дети олигархов, каких-то богатых бизнесменов, посмотрите, к чему они приходят. Это яркий образец того, как не надо относиться к своим детям. Они усыпаны, так сказать, различными родительскими подарками, в основном материальными, и к чему это приводит? К их деградации, к уничтожению детей. И наоборот, есть семьи, которые не имеют такого возможности своих детей в золоте держать, но они их воспитывают, они их в строгости держат, они их даже и наказывают в чем-то. И потом у этих детей очень хорошая складывается жизнь. На чем должно быть построено воспитание? Где ключ? Воспитание должно быть построено на нравственности, прежде всего, и на духовности, на вере. Если не будет основополагающих каких-то моментов жизни, которые даны Богом нам здесь, то рассыпется любой дом без фундамента. А в фундамент мы закладываем, что духовность, нравственность, веру. Не будет у родителей этого. Они могут тысячу раз сказать, там, не кури, но ребенок их не будет слушаться. Они могут тысячу раз сказать, не пей, но ребенок их не будет слушаться. И в итоге погибнет в этих страстях. То же самое с наркотиками, то же самое с воровством, то же самое со всеми духовными, нравственными болезнями, которые нас окружают, как коронавирус сейчас, он везде может нас заразить, в любом месте. Вот так же эти страсти в любом месте могут нашего ребенка заразить. Даже не предскажешь, в какой час, в какой момент ребенок подхватит ту или иную страсть. Единственная защита – это иммунитет. От ковида иммунитет, так и от страстей духовных. Так же есть иммунитет, нравственный, духовный иммунитет, который передается от родителей. Если родители вселят в ребенка веру, нравственное поведение, послушание, вот это единственное, что нам может гарантировать правильное поведение детей в дальнейшем, когда мы их уже не сможем контролировать. Потому что родители, естественно, стареют, потому что дети, естественно, уходят в мир, и там общаются неизвестно с кем, где и как. И невозможно же их постоянно под колпаком держать. Это, в принципе, нереально. И здесь единственный выход – это правильное воспитание и правильный пример жизни. Потому что, опять же, если родители говорят хорошие, правильные истины, но сами их не исполняют, то для ребенка это еще хуже. Хуже в том плане, что он знает, как надо делать, но он видит, например, родителей, что так делать необязательно. То есть родители их одним, так сказать, лечат, а другим калечит. И что? Зачем это нужно? В любом случае, родители должны быть не только правильно говорящими, но и правильно живущими. Тогда обе стороны этого процесса будут в одном русле вести детей. Ну, в любом случае, есть такая грехи родителей на детях до седьмого колена. Хочется нам, не хочется, но этот закон совершается на наших детях, внуках и правнуках до седьмого колена. И если мы хотим, чтобы эти грехи наши на них не действовали, мы не должны грешить. У нас есть звонок телезрителя. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, ведущая. Добрый вечер. У меня в связи с наступлением Великого Поста вот такой вот вопрос. Во время чтения на вечернем богослужении канона Критского, Андрея, при богослужении, значит, священнослужитель встает на колени. Там, по-моему, 12 раз читается Господи, помимо меня грешного. И вот я просто хотел спросить. Начинается. Все разные своих имеют физические возможности. Кто-то не встает на колени. Кто-то, значит, старается эти же 12 раз встать на колени и приподняться. Это, наверное, вы говорите про молитву преподобного Ефрема Сирина, да? Кто-то просто встанет на колени. Это, наверное, вы говорите про молитву преподобного Ефрема Сирина. Нет, нет, по-моему... Ну да, она там читается. Сначала канон Андрея Критского читается, а потом молитва Ефрема Сирина. Да, слушаем вас, слушаем. Да, да. И вот получается, а кто-то просто встает на колени, значит, крестится и делает поклоны. Вот я хотел спросить, вот как правильно и не избраняется ли просто встать на колени, если физических сил, как говорится, нету и все время, и просто делать поклоны. Как правильно вот... Ну, правильно так, как... Делать вот такой вопрос. Спасибо. Благодарим вас. Спасибо за вопрос. Правильно так, как делает священник, но, опять же, даже вот старенький священник, он делает там меньше поклонов, да, у него просто сил не всегда бывает. Так же и здесь, и каждый прихожанин по своим силам уже разумеет, так ему делать поклоны или иначе, потому что действительно там поклонов очень много во время поста кладется за время службы, и не все могут это повторить по своим физическим возможностям. Поэтому здесь смотрите на свое усмотрение или подойдите к священнику, которого вы исповедуетесь, возьмите у него благословение. Он вас благословит, тогда у вас вообще никаких сомнений не будет. Но, повторюсь, если нет возможности физической у вас полностью повторять за священником весь ход поклонов, то, ну, значит, как можете, так и делайте. Все по силам дается. И, собственно, поклоны – это всего лишь инструмент, а не цель. Цель – это покаянное состояние души. А инструменты – поклоны, молитвы, мысли правильные, действия какие-то, поступки. Тут множество всяких инструментов, которые нас сподвигают к правильному устроению души, правильным мыслям, чувствам и желаниям. Вот для этого, собственно, мы все это и делаем. Это надо тоже понимать. Да, главное – смирение. И не все священники тоже делают земные поклоны, потому что бывает по болезни, да. А как вообще правильно? Ведь у нас же молитва преподобная Ефрема Сирина, она вводится и в наши правила домашние, да. То есть она, по-моему, начинается когда? Уже накануне, за неделю, да, со среды, среда пятницы. Да, да, да. Вот, то есть со следующей недели у нас получается, да, среда пятницы уже вводится она. А потом уже каждый день будет. Да, да. Как вообще она, ну, если уж начали говорить, как правильно, как положено, как она вот делается? Ну, там она разделяется как бы на три части, да. Первая часть – это «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныние любоначалие празднословий, не дашь ми». И делается поклон. Земной. Земной, на коленочке, лбом пола касаемся. Дальше читается молитва. Второй поклон, такой же земной, то есть священник или человек опять встает на ноги, и читает следующую часть молитвы, опять земной поклон, встает третий раз, читает окончание молитвы и третий земной поклон. Потом 12 поясных поклонов с молитвой «Боже, милости, будем не грешному», да, вот, 12 раз, поясные поклончики. И потом эта же молитва Ефрема и Сирина читается полностью и кладется еще один земной поклон. Это вот как в чине церковном это все расписано. А как будет делать человек? Ну, он может сразу встать на колени и класть поклоны вот на коленях стоя. Он может делать поясные поклоны все время, да. То есть это уже от сил, здоровья и физических каких-то возможностей зависит. Ну, там, благодарим за вопрос. Пожалуйста, звоните, задавайте еще свои вопросы. Ну, мы с вами возвращаемся, да, к объединяющему нас воспитанию, нравственности. Вот вы меня, наверное, поправите. Вот я читала такое сравнение, да, что вот можно как в виде диаграммы представить это. То есть посередине в центре это Господь, а мы уже находимся вокруг. То есть чем мы ближе к Богу, то есть мы больше соединены. Чем мы дальше от Бога находимся, тем мы больше разъединены. Ну, действительно, да, здесь очень ярко можно представить себе, как, приближаясь к Богу, я приближаюсь ко всем другим творениям Божьим, в том числе и людям, и миру, и ангельскому миру, и миру святых, и миру, который нас окружает здесь, в земной жизни. То есть потому что все доброе исходит от Господа. И все добрые творения, словесные, там, бессловесные твари, все, кто населяет этот мир, созданный Господом, они, естественно, также тянутся к Господу. И там мы соединяемся в любви. И, собственно, этого Господь и хочет от нас. И в этой притче он ярко показывает, насколько Отец любит своих чад. Ведь если мы видим неправильность поведения того или иного сына, то насколько это видно Богу, представляете, да? Насколько ему, ну, как говорят, сердце режет вот эти вот неправильные слова, неправильные поступки, неправильное поведение. Если даже для нас оно вот неприятно, да? Читать о том, как младший сын просто вот кинул своего отца и пошел гулять и блудить. Также Господь через эту притчу показывает, как Он к нам относится. То есть в этой притче заложено основной смысл – это смысл – любовь Бога к нам. И величайшее упование, которое эта притча дает каждому из нас, потому что мы все грешим, мы все, как блудный сын, пользуемся талантами от Господа, присваиваем их себе, как этот блудный сын их присвоил себе, а не отцу отдал. И тем не менее, вопреки вот этому нашему отношению, Отец наш Небесный все равно нас любит и ждет, когда мы к Нему вернемся. По любой причине. По причине осознания своих грехов или по причине того, что нам очень плохо и трудно стало жить, и мы идем к Богу с какой-то просьбой, как этот младший сын, что я хотя бы наемником, но лишь бы выжить, чтобы не голодать. И так прийти, и так прийти. То есть начальный шаг к Богу, он может быть разным. И как показывает статистика церковная, что 90% людей приходят к Богу из-за скорбей и страданий, как этот блудный сын. Лишь 10% приходят к Богу для ответа на вопрос, ради чего мы живем, откуда все появилось, как все это действует, кто вообще я, и что мне в этом мире делать. То есть вот такие вопросы, можно сказать, такого глобального характера, не все люди себе задают. И, может быть, и задают много людей, но не все на них отвечают и ищут ответ. Но те, кто ищут ответ, они, как правило, приходят к вере, к Богу. Поэтому здесь надо четко и ясно понимать, что если мы, даже согрешив, даже уйдя от Бога на какой-то период своей жизни, если мы обращаемся к Нему, то Он первым бежит к нам навстречу, Господь, если можно так сказать, бежит, да, и нас целует, награждает и одевает в то, что мы растеряли в своей греховной жизни. Растеряли мы одежды нравственные, то, о чем мы сейчас говорили. Те добрые дела, те добрые начала души, те духовные качества, которые нам были присущи с детства и вложены на нас Богом, но которые мы осквернили и не употребив, может быть, даже растеряли, и они уже, может быть, в какой-то степени для нас были потеряны и забыты. Господь это все может нам вернуть, если мы к Нему обращаемся, если мы возвращаемся к Нему с покаянием, как этот сын, младший сын с покаянием. И уж точно те люди, которые трудятся Господу в послушании, точно не надо никому завидовать, даже если вам что-то от Господа, как вам кажется, не дадено, что вот я вот работаю, работаю, а у меня нету Мерседесов, у меня нету вилл там где-то на каких-то островах, а почему вот у этих, кто не работает, а им Господь дает там того теленка упитанного, почему вот так? Да потому что Господь всех любит и к каждому относится по-разному, видя наше внутреннее естество. И старший сын, он все-таки разумнее младшего сына, он все-таки более понятлив, более послушен, более духовен. Поэтому к нему Господь относится более строго, может быть, в какой-то степени для его же пользы. Дает ему потрудиться для того, чтобы он еще больше стяжал венцов и наград от Господа. Надо не забывать, что мы живем не для того, чтобы в этом мире что-то стяжать и в этом мире что-то приобрести. Здесь все останется, все, что мы здесь стяжаем, все оно так здесь и пропадет, в пыль превратится. Что касается материальных ценностей. Конечно, материальные ценности, те, которые в основном, собственно, стоят перед нами целями для достижения, к сожалению, для мирских людей, для неверующих. Все это мы растеряем при смерти. А вот то, что мы соберем в душе, а это, как правило, невидимые ценности. Это как раз те ценности, которые старший сын не учел в своей обиде на отца. А то, что он жил спокойно, жил в любви, жил в послушании, всегда имел возможность посоветоваться с отцом. То есть он, вот как Адам в раю, всегда был в общении с Богом. И он этого не ценил. Почему и потерял, и был из рая изгнан в этот земной мир. Вот, к сожалению, часто мы не ценим основных-то ценностей духовных. Нам вот почему-то материальные подавай. А мы здесь живем именно для стяжания ценностей духовных. Вот это надо тоже не забывать. И к этому стремиться. И даже если нам что-то Господь не даёт материального, значит, он нам с лихвою даёт ценности духовные, которые нам будут служить уже в вечности. Мы уже их там обретаем. Там венцы нам даются за то, что мы здесь потерпели какие-то неудобства, какой-то недостаток чего-либо. Это тоже осмысленно Господь нам даёт, только для того, чтобы мы в вечности не потеряли Его другие награды и венцы. Вот это надо очень ясно и чётко понимать. Как нам обрести духовные ценности? Нам же надо в чём-то раскаяться, покаяться. Ну, здесь, опять же, эта притча нам даёт ясное представление, что первое-наперое, если человек вдруг осознал себя вдалеке от Бога, пришёл в себя, растерявшим всё, то есть он наконец-то осознал, что я куда-то не туда иду, что что-то не тем занимаюсь, что те, кого я любил где-то вдалеке, я даже не знаю, что там с ними происходит. То есть как только человек начинает приходить в себя духовно, первый шаг — это возвращение. Это не стесняясь, не боясь ничего идти к Отцу Небесному, то есть в храм, и исповедаться, как этот младший сын сказал. Он исповедовал, да, я был неправ, да, прости меня, отче, я вот прогулял всё своё имение, и я уже недостоин, то есть он себя даже уничижает, я недостоин твоих каких-то отцовских чувств и отцовских наград, но хотя бы как «прими меня как наёмника». Вот с этими мыслями человек уже начинает духовно возрастать. Дальше следующие шаги будут, которые в этой притче уже Господь не говорит, но они есть в других притчах, что дальше происходит с человеком, вставшим на путь возвращения к Богу и вставшим на путь духовного возрастания. Это, естественно, уже более сложное, да, хотя и это тоже сложный шаг – очнуться, осознать себя. Ну и в этой притче есть также некоторые указания на то, что будет дальше с младшим сыном. Это жизнь старшего сына, жить в послушании отцу и довольствоваться тем, что Господь ему даёт. Для младшего сына именно это в дальнейшем будет таким же образом жизни. Если он пришёл к отцу, если отец его, естественно, принял, то он начнёт жить, как старший сын. Также в послушании и довольствовании того, что отец ему даст. Да, это, наверное, в лучшем случае, но в большинстве случаев мы живём в литургическом сне большинства людей. Потому что дьявол, он… Если бы он показал, куда мы все дружненько идём, да, все бы люди испугались. Но дьявол нам прикрывает всё это благовидными намерениями, что ведь на самом деле, как мы уже с вами однократно говорили, наверное, стоит, да, ещё раз повторить, что вот эти сожительства блудные, да, которые называются гражданские браки. Потом немногие люди осознают, что, наверное, многие не раскаются в том, что когда-то совершали там страшный грех убийства своего ребёнка, аборта, да. То есть как нам разбудить-то? Как нам разбудить свою собственную совесть? Ну, вы знаете, когда что-то ломается в каком-то механизме, да, можно совесть как бы рассматривать с точки зрения такого внутреннего нашего компаса, механизма, который показывает, что хорошо, что плохо, который показывает, ну, где вверх, где низ, да, где совсем вот низость поступков, а где высота поступков есть. И, конечно же, если этот механизм сломан какими-то длительными, такими вот пагубными на него воздействиями, то надо озаботиться, чтобы восстановить свой компас, свою совесть. И эта совесть уже начнёт подсказывать нам, что, ну, действительно, да, а я же ещё и вот это делал. А потом вдруг вспомнишь, а ещё и это у меня было. То есть как только заработает этот механизм совести, он начнёт вам сам показывать. И в этом надо раскаяться, и в этом надо исправиться, и это надо в себе переработать, переосмыслить. И вот надо бы ещё и вот это вот, где-то научиться вот этому, чего у меня нету, к сожалению, а то и, может быть, и к стыду. А чего у нас у всех практически нет, да? И Господь сказал, что когда я приду, найду ли я любовь в этом мире, любовь оскудеет и веру, да, и любовь оскудеет. И большинство из нас уже, у нас отсутствие любви. Мы любим только своих ближних, свою там семью, своих детей. Это очень хорошо, если ещё так. А то некоторые только себя любят. Например, ну, взять такой пример с точки зрения водителей, да? Например, какая идёт сейчас борьба за место под подъездом. Ведь кто готов уступить своё место, да, и сказать, ну, причём какое-то своё место, когда вся Земля общая, да? Даже вот в таких элементарных вот вещах, да, когда идёт борьба за место под солнцем, и то вот над этим стоит задуматься, что нет у нас любви, чтобы мы своё уступили кому-то другому. Ну, не то, что уступили. Сразу мысли возникают, а что это я должен уступать-то? А это кто это такой? Я тут уже живу там десяток лет, а он только сюда поселился. Потому что, ну, те, кто долго живут, они уже, так сказать, как-то прошли этот период. Моя территория. Да, период борьбы у них прошёл, они уже притёрлись, да, знают, что это вот Петровича место, вот это вот Михалыча, а вот это моё. И вдруг кто-то новый поселяется, и начинаются опять вот это всё разборки, да. Действительно, это всё очень сложно, и действительно, самость, человеческий эгоизм, потребительство, они мешают нам глядеть на всё это с точки зрения любви. Но есть же всё-таки любовь, как высшая из добродетелей. Она через всё Евангелие проходит. Господь свою жизнь отдал ради нас, не то, что там какое-то место машинное. И даже, что говорить о чужих, даже к своим людям, а что это я должен там помогать, там, пускай сама жена там, или пускай сам муж там что-то сделает, там, постирает или помоет, это его обязанность, не моя. Нет любви в этих рассуждениях. Если человеку сложно, если человеку тяжело, ну, и ты видишь это, но никак на это не реагируешь, то твоя любовь деградировала уже, ну, дальше уже некуда, как говорится. Поэтому здесь надо срочно, можно сказать так, реанимацию вызывать на своей души. Иначе душа превращается сначала в животное состояние, а потом в бесовское состояние приходит душа. И животное – это как раз закон джунглей, да, кто сильнее, то этот выжил, как часто мы вот с этими машинами, да, я сильнее, поэтому это мое место. А ты что-то будешь говорить, я тебе еще тресну, мало не покажется. Вот. А это животные так ведут себя. А бесовское состояние – еще хуже. Вот нельзя нам опускаться из равноангельского состояния души, ну, которое у детей, да, вот посмотрите, как дети пока еще не испорченные, как они делятся, как они спокойно воспринимают каких-то там своих друзей, а то и даже незнакомых совершенно спокойно. И многие детишки настолько чистые, пока страсти у них еще не открылись, они готовы там всех обнять, всех расцеловать, со всеми поделиться, всех любят, ко всем относятся с любовью. Потом все это исчезает. Но это исчезает из-за того, что наслоение греховного, которое в душе накапливается, если это наслоение снять, то вот эта детская душа, детская натура, она там остается. Живет. Но она вот задыхается под этим слоем грязи, и эту грязь надо снять, и тогда вместе с детской простотой, любовью и доверием возникнут и детская радость, и детское спокойствие, и детская уверенность в будущем дне. как у детей все это и было, у нас, когда мы были детьми. Потом мы постоянно почему-то говорим, «Эх, как хорошо было бы в детство попасть». А чего хорошего-то там? А вот хороша вот именно вот эта вот чистота души. А все остальное только сложности. Это надо учиться, это надо добиваться, это надо строить много всего. одни проблемы, да, через которые мы уже прошли. Поэтому тянемся мы в детство за чистотой нашей детской, неосознанно. И это надо понять. И что самое важное, это можно вернуть себе с помощью Божьей, с помощью таинств, с помощью покаяния и трудов над своей душой. То есть очистить вот это накопление греховное, которое закрыло от нас чистоту детской души, в нашей же душе. И все это вернется. И для нас это и есть путь к спасению, потому что сам Господь сказал, не станете как дети, не войдете в Царство Небесное. Да. Нашему о вере, да, о чем мы начали говорить, то, что найду ли я веру на земле, да. Ведь большинство людей сейчас живет, ну, даже кто-то спросит, можно спросить, а читал ли вообще хоть раз в жизни Евангелие, Новый Завет, который вот у нас с вами, да, перед нами лежит, хоть разочек человек открыл, прочитал, потому что ведь Господь спросит потом на Страшном Суде, хоть раз ты прочитал Евангелие, да, Евангелие мы не читаем. Мы не знаем суде своей веры, мы не знаем даже люди, которые христиане себя считают, но они не считают Господа Иисуса Христа Богом, да, то есть они не знают житие, то есть, да, евангельское все. Ну, и соседствует у нас суеверие, да, то есть в квартирах у нас соседствуют иконы, и тут же, вот как мы говорим, там веники какие-то, подковы всякие, подковы, да, то есть мы не знаем своей веры, это тоже большой грех. Для нас действительно в этом мире столько всего накоплено искусительного, что невозможно, как говорят, войти в реку, войти сухим. И обязательно человек, живущий в этом мире, будет так или иначе подвержен каким-то искушениям. Суеверие или ленности, или безразличие, или неверие совершенного, это все искушения, которые нас сыплются со всех сторон, и бесы для этого очень много трудятся, скажем так, ну и те, кто им служит. Также делают это, это и масса передач телевизионных, это и книги, и фильмы выпущены, специально оплаченные, которые оскверняют в нас веру, которые уничтожают веру. И это основной был, так сказать, парадигма такая даже в коммунистические времена, что надо было полностью веру побороть, уничтожить и показать последнего попа, как Хрущев нам говорил. Значит, и это надо знать, это надо понимать, что мы живем в таком мире, который ядовито относится, вредоносно относится к вере христианской. Зачем знать? Чтобы защищаться, чтобы иметь иммунитет, чтобы постоянно быть на чеку, бодрствовать, что называется, то есть свою душу сохранять от этого вредоносного наследия многих веков и того, что сейчас происходит. Сейчас рождаются многие другие и всякие искушения. Ну, например, человек, даже верующий человек, вот у него лежит Евангелие, молитва слов, и тут же телевизор стоит. Вот на телевизор он тратит там пять часов, а на Евангелие даже полчаса потратить некогда. Это тоже искушение. Я, говорит, вот сел к телевизору, ну, думал, сейчас полчасика посижу, потом раз, а уже и ночь, уже и спать пора. Ну, когда тут читать? Уже всё незаметно вкрадывается бесовское искушение, и если человек не бодрствует, он его пропускает в душу и остаётся ограбленным бесами духовно. То есть он не прочитал Евангелие, его душа осталась голодной. Он не помолился, он стал доступен для бесовских нападений следующих, так сказать, шагов бесов к нему. Помолился, отогнал бесов, почитал Евангелие, приобрёл для души питание и радость и ценность духовную в душу принял. И вот для этого как раз нужно бодрствовать, иначе мы, конечно же, ну, как дом без замка, без закрытых дверей и окон, он будет разграблен 100%. Какие бы туда богатства мы ни положили, всё разграбится. То же самое душа человеческая. Если мы в душе собираем богатства, верим, ходим, причащаемся, молимся, но не закрываем её от воров духовных, от бесов, от искушений, душа остаётся пустой. Это как есть евангельская притча, да? О доме, который построен там на песке, который разрушился, да? Да, есть такая притча тоже. Господь также объясняет эти духовные закономерности, что строители два. Один построил дом на песке, так быстрее, не надо фундамент класть, а другой всё-таки докопался до камня, и на камне уже построил фундамент, и на фундаменте возвёл дом. Ну, первый дом, хоть он и красивый был, и удобный, и не такой дорогой, но его первая, так сказать, буря снесла просто, и ничего не осталось. И человек остался гол, как сокол. А второй дом устоял перед бурей, потому что был построен на камне. Вот наше жительство должно быть на камне веры, на нравственных устоях, иначе всё, что мы берём, собираем здесь и трудимся, и строим, и в детей вкладываем, всё равно потом будет разграблено, к сожалению. Вот это надо помнить тоже. Да, и кроме того, Господь сказал, да, что кто не причащается, кто не принимает тело и крови Христовой, тот жизни не имеет, а мы вот сами себя лишаем. Раньше было такое наказание дореволюционной России православной. Если человек что-то делал неправильно, его лишали там на месяц, на полгода причастия, и для него это было бедой. Сейчас мы сами себя наказываем. Осталось совсем немного времени, 40 секунд, и вам заключительное слово к передаче. Помните притчу о блудном сыне, помните, что мы всегда готовы, можем прийти к Богу, и Господь нас всегда простит, в каком бы грехе мы не раскаялись, и не пришли, и не сказали его. Это надо помнить, и через это уныние от нас отойдёт. И есть дорога к спасению. Да, тем более сейчас Великий пост начинается, да. На сегодня всё. До свидания. До свидания. До свидания.